Добрый день, дорогие друзья, с вами Герасим Афродюм. Наверняка каждый из вас замечал, почему слово является фундаментом постоянной всей реальности. Наверняка каждый из вас замечал, что один человек говорит и вам внутри становится неприятно, а с другим человеком у вас как-то радость внутри появляется, как-то вы воодушевляетесь, вам радость становится, жизнь интересна становится. Оказывается, вот эти слова несут в себе очень сакральный и большой смысл. Если вы почитаете Бахватвагиту, Веды, славянно-арийские Веды, Библию, Коран, Шриарабинда, очень много учителей, Лао-Дзи, Будда, то есть многие-многие учителя говорили о силе слова и что слово является силой, является фундамент нашей жизни. Знаете, очень тяжело поверить и вам нужно все, что было тотально везде доказано, обосновано. В жизни, когда начинаешь замечать, все по полочкам раскладываете, понимаешь, что да, реально, слово является фундаментом. И поэтому, ребята, давайте посмотрим видео. Наука доказывает то, что сила слова формирует нашу реальность, программирует нас и, соответственно, создает нашу Вселенную. Смотрим. Смотрим. что мы являемся просто конгломератом мышц, костей и так далее. Оказалось, что последовательности нуклеотидов ДНК является речеподобными. Речеподобными. Любая значимая историческая фигура обладала способностью прежде всего порождать вот такие словесно-волновые гены. Генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Но, разумеется, это мышление не такое, как на высшем уровне, на уровне кары головного мозга. Генетический аппарат, грубо говоря, понимает и соображает. И ведь вы знаете прекрасных, как педагоги, как люди, которые обладают способностью строить грамотно речь, что аммонимы могут быть поняты только в контексте. То есть, например, слово «коса» или слово «ключ» имеет несколько смыслов. Так вот, оказывается, наш с вами генетический аппарат, из которого мы все вышли, все мы родом из наших хромосом, то есть из нашей ДНК, строит ДНКовые фразы. И в этих фразах встречаются вот эти вот самые кодоны-аммонимы. И для того, чтобы правильно выбрать аминокислоту и, соответственно, был бы правильный белок, значит, надо понять контекст информационной РНК, который является матрицей белка. Если будет ошибка, то это означает смерть или повреждение биосистемы. Точно так же, как когда мы говорим и употребляем неправильные слова или многосмысленные, многосмысловые слова-аммонимы не понимаются и понимаются неправильно, то возникают, так сказать, эффекты дезинформации. То мы, значит, должны признать и понять работу нашего генома как разумной системы. А это, как считают, так сказать, материалисты от генетики, от биологии, это нехорошо. Это ведет к идее Бога. А, так сказать, в основном все материалисты. И это нехорошо. Почему нехорошо, непонятно. Лично для меня Бог – это вся природа. И в этом я не вижу ничего страшного. Это идет со времен Спиноза, и очень многие соглашаются, что природа – это Бог. То есть нет персоны, которая стоит над мыслью, человеком просто творит чудеса. Но все построено в этом нашем мире, искусстве, но нашими руками на основе мысли. Против этого никто не возражает. В биосистеме необходима информация, образная информация, для того, чтобы построить свою четырехмерную структуру, то есть пространственно-временную. И это реализует так называемая голографическая память. Голографическая память. Потому что наш генетический аппарат – это голограмма. Для чего это надо? А это надо для того, чтобы создать некие разметочные вектора, которые позволяют, ориентируясь на них, эмбриону развиваться правильно, и чтобы у него ручка была на том месте, на котором нужно, и ножка, и глаз, и ухо, и так далее, и так далее. Это дает голограмма. Значит, официальная генетика, она возражает против этого дела, потому что она, к сожалению, уже закоснела во всех своих, так сказать, атрибутах, несмотря на большие крики о том, что там большие успехи, и так далее, и так далее. Где-то за 15 лет исследований, потративших 20 миллиардов долларов, в принципе, эта работа хорошая и необходимая, но у нас таких денег не стоило. Значит, было обнаружено, что всего 1% генов, которые отвечают за синтез белков, и 99% мусора. У этих 99% кое-что найдено в помощь вот этому генетическому кодеку, который занимается синтезом белка. Но основные функции — терроинкогнито. Значит, генетика не понимает и не хочет понимать самое главное, потому что это противоречит многим интересам, долго об этом говорить. Значит, вот эти 99% работают на принципах голографии. Это вторая ипостась работы генетического аппарата. После речевой — тоже образная. И, наконец, третья ипостась особо интересная — это квантовая нелокальность или телепортация генетической информации. Оказывается, можно телепортировать не только мысли, что уже доказано многими, хотя и оспариваются. Генетический аппарат работает на двух уровнях — на вещественном уровне, который никто не отрицает, и который занят в основном симптомом белка, ну и на волновом уровне, когда наш генетический аппарат дает образную структуру. Я помню, как они надо мной смеялись, когда я им предложил сделать ДНК лазер. Вот этот самый скромненький лазерочек, в котором как бы в память Анатолию Евгеньевичу Акхимову, которому я бесконечно благодарен, и Шипове, значит, который сейчас уже в Таиланде, и, видимо, уже никогда не вернется. Эти два гениальных ученых, да, и когда я их позвал и показал наши эффекты, наш лазер, они мне сказали, так это же у вас торсионные поля. Действительно торсионные поля, потому что этот лазер, который имитирует хромосомное излучение, он работает на поляризованных фотонах. А что такое поляризация фотона? Поляризация фотона означает изменение их спина. Так вот, генетическая волновая информация записывается на спинах фотонов. То есть мутагенет, это смертельный процесс для растения. То есть это чрезвычайно опасная штука. Волновая генетика, если с ней неаккуратно обращаться, а это влечет за собой большие последствия. Но мы аккуратны, и поэтому не навязываем, мы говорим, давайте изучать. Только тогда будем внедрять. А что делает, значит, официальная генетика, не понимая принципов лингвистичности генетического аппарата, принцип лингвистичности генетического кода, белкового кода, она нам насадила технологии генетически модифицированных добавок к продуктам питания. Вы знаете, ГМО-продукты, большая сейчас идет борьба зеленых с этим, потому что это действительно пища фанкенштейна. При скармливании этой сои животным, например, крысам, у них развивается раковый процесс. Значит, происходит деградация поколений, новорожденных крысят и так далее, и так далее. И таких примеров сейчас не с числа, которые дают огромные доходы, то есть золото рулит, золото правит. И мы это все, всю эту немаркированную пищу потребляем. Это ударит по второму, третьему поколениям наших детей. Из-за этого надо что-то делать. Вот к чему приводит непонимание принципов работы нашего генетического аппарата. Ну, это вот волновые процессы, которые лежат в основе регенерации, так называемый возврат ферми паста, волновых для того, чтобы нам регенерировать, например, руку, ногу там и так далее, ухо, глаз. Значит, надо запросить память о том, как это сделать. Ящерицы это делают, саламандры это делают, клешни украбы регенерируют. Мы проработали как, значит, звонок от вице-президента Российской Академии Наук Фортова. Физик, который, ну, абсолютно далек от генетики и биологии. Звонок ректору МГТУ имени Баумана и моя группа расформирована. Таких расформирований уже было три, как минимум три. То есть, грубо говоря, после нашей смерти что-то остается. Никуда мы не исчезаем. Мы изменяемся. Следующий слайд. Вот, 2001 год. Мы находимся в городе Торонто. В местечке Чилбонтон в Англии появляется изображение, так называемый ответ Карлу Сагану. В 1974 году с телескопа Аристиба в Южной Америке была послана некая информация в созвездии М950 световых лет от нас. Вот. И, значит, там было изображение головы человеческой фигуры, наши молекулы ДНК, наша солнечная система, структура молекулы ДНК, химический состав и так далее. А вот то, что, значит, прислали эти ребята. Подделать невозможно, потому что там есть такие тонкости, когда Карл Саган это послал, там он специально заложил вещи, что нельзя было подделать. Значит, долгое время пытались проанализировать. Карл Виганд этим занимался, я даже писал ему письмо со своей трактовкой. Это, с моей точки зрения, нам предупреждение какое? Что ДНК, наша ДНК является квантовым осциллятором, излучающим когерентный свет. То, на что мы вышли, Фриц Альперт Поп вышел, мы вышли. Они нас косвенно предупреждают, господа земляне, вы идете по неправильному пути в своей генетике, классической так называемой. Вы не учитываете волновые функции, ментальные функции молекул ДНК, речевые функции, голографические, квантово-нелокальные. Вы загоняете себя в трансгенный тупик, в апокалипсис трансгенной пищи. Так что опомнитесь и подумайте, как на самом деле работает генетический аппарат. Ничего, деньги определяет все. Вот примерно такой короткий экскурс в волновую и лингвистическую генетику это наш с вами хромосомный ментальный аппарат, цены которому нет. И самое главное его не исказить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры для закра Romano